Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас видео о любимчиках Эйвен, о тех продуктах, которые не оставили меня равнодушными и действительно заслуживают внимания. Первое, что очень хочется похвалить, это маски из линейки Spa Planet. Действительно достойная линейка и в нем много достойных продуктов. Я для себя выделила любимчика, картиночки, как всегда буду сбоку вам оставлять, маску с черной икрой. Мне очень нравится эта маска, мне нравится, как она работает на лице, от нее действительно чувствуется пилинг-эффект. Не стоит сильно пренебрегать масками-пленками, не пренебрегать, девчонки, а слишком часто их применять, потому что, да, в неком роде косметологи правы, что когда мы такие агрессивные маски-пленки, она относится к агрессивным, потому что, когда ее снимаешь, прям ух, волоски могут выдираться, да, или аккуратненько нужно снимать, чтобы они не выдирались. Может потом появиться излишний пушок. Я могу сказать по себе, у меня такого нет, хотя я на протяжении многих-многих лет применяю маски-пленки, у меня не появляется излишняя пушистость на лице, не растут волосы и так далее, то есть мне этот вариант подходит. Вот. И тем не менее, маска-пленка с черной икрой потрясающая. Вообще вся вот эта серия с черной икрой мне очень, кстати, нравится. И кремушек вокруг глаз тоже он великолепно работает. Девчонки советовали его как патчи применять прям толстым слоем, тоже классно работает. Маска выравнивает тон лица, освежает тон лица, избавляет, подсушивает какие-то несовершенства. Если у вас есть на лице прыщики и так далее, она все это дело подсушивает. Если у вас кожа сухая, потом прям хочется нанести кремушек увлажняющий, но мне даже с моей комбинированной тоже хочется, потому что она немножко подсушивает. Но она круто выравнивает тон, упругость потом повышается. В общем, маска классная, крутая, очень нравится. Много хороших масок в этой линейке, для меня вот это вот фаворит. Хочется еще хвалить один продукт, который, к сожалению, компания сняла с производства. Это тоник из линейки Nutra Effect с пудрой, который нужно сначала взболтать, а потом ватным диском лицо протереть. Это прям было мое спасение летом, когда кожа становится жирной, когда много выделяется подкожного себума. И вот этот тоник, да, там спирт, это все понятно, но по-другому как подсушить. И тоже часто их вроде как не рекомендуется использовать, потому что чем больше вы подсушиваете свою жирную кожу, тем больше она выделяет себума. Но для меня этот тоник являлся спасением. Использовала не одну бутылочку в теплое время года. Очень крутой, который действительно матирует. Прям вот супер. Но, к сожалению, компания сняла его с производства. Аналога для себя я не нашла. Пробовала из линейки Clear Skin, тоже похожий тоник с пудрой, но это совсем не то, там прям вообще чистый спирт. Пенка Nutra Effect. Это тоже мой фаворит. Как-то взяла по совету девчонок и осталась довольной. До сих пор она у меня есть в запасах. Я ее набрала, еще один или два пузыречка точно стоят. Тоже очень круто работает на жирной, комбинированной и нормальной коже. Сухую, конечно, может слегка подсушить. Она комфортная. Она за одно нажатие выдает много продукта. Она мелкая, она такая прям объемная. Одно удовольствие ей умываться. Прям вот просто супер. Она тоже матирует и на холодное время года, и на теплое время года. У меня к ней тянется рука постоянно. Одна из моих любимых пенок. Очень крутая на самом деле. Надеюсь, что ее компания снимать не будет, потому что очень многие эту пенку любят. Она действительно классная. Гели для душа. Ну что тут лукавить? Эйвен славится своими парфюмами и гелями для душа. Гели для душа классные, густые, с потрясающими ароматами. Может быть не очень натуральными составами, но мы сейчас не об этом. Они очень бюджетные, то есть большие объемы вообще можно взять за копейки. Их практически все любят. И я в том числе. Они мне подошли. У меня запас огромный набрал себе на работу муж. Там тоже всем нравится. Все ребята моются этими гелями и в диком восторге. Потому что классные ароматы, классная текстура густая. Они великолепно пенятся, очищают кожу. Никаких нареканий к ним нет. Хотя под прошлым видео про нелюбимчики Эйвен некоторые девочки написали, что на коже после геля для душа есть такой как белый налет и сухость. У многих аллергические реакции. Но здесь все индивидуально, как говорится. Для меня эти гели действительно крутые, действительно классные и очень бюджетные. Сыворотки для волос это вообще отдельная песня. Они все потрясающие. Они круто работают. Такое ощущение, что вы сходили на ламинирование волос. Волос у вас в идеальном состоянии. Волосик к волосику гладенький, супер. Главное не переборщить. Там одну каплюшечку на кончике, особенно если у вас волосы не сильно поврежденные. Чтобы не было эффекта утяжеления. А так они безумно круто работают. Я пользуюсь не один год. И тоже у меня в запасе стоит парочка таких сывороток. Они великолепные. Видео снимала вам про 6 средств, по-моему, которые восстанавливают волосы. И вот там про эти сыворотки говорила тоже. Действительно крутые, действительно работающие, которые восстанавливают ваши волосики. И не на один день. Нет, у них есть и накопительный эффект. Мне очень нравятся эти сыворотки. Для убитых волос прям находка. Карандаши для глаз. Абсолютно все, которые я брала. Диамант, по-моему, линейка. Еще какая-то у нас другая. Есть Эйвентру, да, карандашики. Все мне очень понравились. Карандаши для глаз изумительные абсолютно все. Никаких аллергических реакций, чтобы был дискомфорт потом на глазках, нет. Вот сейчас у меня стрелка коричневым карандашиком сделана Эйвентским. Они мега стойкие. То есть в течение дня у меня нигде не отпечатывается, хотя века жирная. То есть если на веках на ваших есть тени или они припудрены, не отпечатывается. Если, конечно, вы просто сделали стрелку и на веках нет ни базы, ни теней сухих, ни пудры, то возможно будет отпечатываться. Но у меня никогда такого не было. Все карандаши изумительно ведут себя на глазах. Они тоже мега бюджетные. На акциях можно взять за 100 с небольшим рублей. Они очень крутые. Они стойкие. Они долгоиграющие. Никаких нареканий вообще. Карандаши у Эйвент действительно достойные. Мицеллярный скраб для лица из линейки Нутро. Эффект долго очень был у меня в фаворитах. Я применяла его на ежедневной основе как утреннее умывание. Потому что от него на лице потом необыкновенная такая, знаете, свежесть. А может быть в составе есть ментол или что-то типа того. Эфирное маслице, да. И прям вот умоешься и свежесть, и бодриться у лица. Замечательно. Вообще, до сих пор у меня тоже стоит еще один тюбичек в запасе. Больше к нему рука, конечно, тянется летом, когда жара, и хочется вот этого вот холодочка на коже. Он здорово убирает после ночи остатки косметических средств, выделение ваших кожи. Личика потом чистая, скрипит, матированная. Вот для жирно-комбинированной кожи, конечно, эти средства больше подходят. Мицеллярный скраб – это прям огонь. Помада легенда. И матовая, и не матовая, но я больше люблю матовую. Это прям одна из любимых моих помад сейчас Вейвен. Действительно крутая. У меня есть несколько оттенков. Действительно матовая. Может подсушивать, конечно, губы, но здесь надо понимать, особенно сейчас в холодное время года, что в любом случае нам на ежедневной основе уже с вами необходимо просто пользоваться перед сном, да, скрабиком каким-то для губ и увлажнять их гигиеническими помадами или питательными кремами, потому что они сохнут даже без любой помады от отопления, от мороза на улице. Помада легенда крутая по своей текстуре, по тому, как она сходит губ, по стойкости. Меня устраивает в ней абсолютно все. Это та помада, которую, скажем так, редко где можно найти, потому что либо не только Вейвен, но и в многих других компаниях сетевых, не сетевых, либо эта помада совсем не стойкая, либо она пластилин и лежит на губах некомфортно. А здесь она абсолютно невесомая, очень комфортная, стойкая, сходит с губ аккуратненько, не кусками там не слазит, а очень аккуратненько, потихонечку в течение дня сходит. Часов 6 стойкость точно, это минимум вообще. Если подправлять, то можно ходить неделями. Недавняя моя любовь – это кушон для губ. Он вообще потрясающий. Я в него влюбилась, девчонки, с первого нанесения. Это такая комфортная текстура, бархатная, нежная. И еще один плюс, после того, как вы нанесли его на губки, они прям выравниваются. То есть все вот эти вот складочки, а если есть там трещинки, они все разглаживаются, и губки становятся такие гладкие-гладкие. Знаете, как прям вот на фоточках в Инстаграме, да, гладенькие губки, очень красиво. Стойкость у него средняя, пигментация средняя, но я все ему прощаю, хотя и прощать-то нечего, за вот эту вот очень комфортную, такую бархатистую текстуру. Очень приятно ощущать на губах. Текстура невесомая. Мне безумно понравился этот продукт. Кто не пробовал, советую прям. Бальзамы для губ. Вы знаете, мне вот бальзамы для губ в Эйвен подошли гораздо больше, чем бальзамы для губ от Фаберлик. У меня почему-то от Фаберликовских потом по факту еще больше губы сушат. А Эйвенские бальзамы прям вот зашли на ура. У меня есть большой запас, и дочами пользуются. Они мне действительно губки увлажняют. Мне очень нравятся из линейки Кеа бальзамы, да, с различными вкусиками. Прям замечательные, и вообще никаких нареканий. То же самое с маслами для губ. Очень нравятся вот эти вот Эйвенские масла. Лежит у меня сейчас. Это прям такая тяжелая артиллерия для восстановления губок. Люблю наносить на ночь. У меня прозрачная. И прям вот губки с утра конфетка. Это действительно масло масляное. Если хотите, можете из матовой помады сделать себе крутой блеск с эффектом объема губ. Да, поверх матовой нанести вот это маслице. Прям вообще супер. Очень нравится. Увлажняет губки изумительно. Еще визуально их увеличивает. Прям масло. Поверьте. Маска для лица из линейки Кеа с авокадо. Уже писала на нее не один пост, по-моему, в инстаграм. Одна из моих любимых масок. В Эйвен тоже. Она предназначена у нас, по-моему, для сухой кожи на ней написано. Но не ведитесь на эти слова. Это ложь и провокация. Она подходит для любой, в том числе для жирной. Она очень круто увлажняет лицо, выравнивает рельеф, выравнивает тон лица. И потом после нее прям крутая упругость. Мы с вами тестировали ее в одном из видео. И действительно, когда вот так вот дотрагиваешься до кожи, прям руки отпружинивают. Вот после нее очень упругая кожа. Она гелевая. И такое ощущение, что кожа ее просто съедает и потом становится очень-очень упругой. Маска очень бюджетная, девчонки. Кто не пробовал, прям рекомендую. Абсолютно для любого типа кожи. Румяна-шарики мне тоже нравятся вот больше всего в Эйвен. Именно та пигментация, которую хочется. Именно те оттенки, которые хочется. Вот у меня в оттенке кул. И уже больше года я пользуюсь этими румяными шариками. И пою им оды, и нет им конца и края. Иногда мне, знаете, недостаточно пигментации, но это под настроение, да. Так скажем, когда хочется быть поярче. Я беру несколько шариков, раздавлю их там прямо в баночки. И потом кисточкой наношу. Нравится. Соотношение цены и качества. К тому же этих румян хватает не на один год. Ими можно пользоваться долго-долго. И вот именно в оттеночке кул мне нравится больше всего. И вообще и качество достойное. BB крем In You. Он мне приходил, по-моему, по стартовой программе. И пользовалась только им. И прям выкинула все другие тональные средства. Он, конечно, не подойдет девочкам, у кого есть сильные шелушения на коже. Да, потому что это крем матирующий. И он будет их подчеркивать. Но мне он подошел просто идеально для жирной, для комбинированной кожи, да. И лицо с ним было просто бархатное. Такое ощущение, что в составе этого кремчика есть силикуны. И он ложится так здорово. Хотя он матирующий, но он так классно здорово ложится. Кожа потом бархатистая. Тон подстраивается. У меня тот оттенок, их всего два, по-моему, который желтит немного. Но моей коже он прям подходит идеально. Наносишь, вроде немножко желтит, через пару минут подстраивается. Все нормально, все прекрасно. Кожа несколько часов, часов шесть точно матовая, даже в Т-зоне. И лицо удивительно бархатистое, девчонки. Мне понравилось больше всего наносить его кистью для тонального крема, да. Тогда покрытие более невесомое, более легкое такое и незаметное. И может даже шелушинки не подчеркнуть. Классный BB-крем. Я не знаю, девчонки, пытались его снять. Есть он сейчас или нет его в каталогах, уже не могу сказать. Последнее, что хочется похвалить, это спрей Инканто, да. Классный, долгоиграющий, который на моей коже, девчонки, я ощущаю. Ну, до следующей, наверное, помывки тела. Они действительно здорово пахнут. Особенно мне нравится голубая серия. Потрясающий спрей. Да, они тоже спиртовые, как и те, про которые я вам рассказывала в предыдущем видео. Но спирт не так явно чувствуется, как в других. Мне кажется, его гораздо меньше. Это больше парфюм, нежели антисептик. И невероятно крутые ароматы, которые так долго остаются на вашей коже, что не все духи могут этим похвастаться. Да, девчонки, конечно, в список себе не написала. Но, естественно, Эйвен славится своей парфюмерией. Да, есть достойные парфюмы. Я к ним, к сожалению, не могу отнести последние, которые вот с весны выходили, наверное, где-то, да, потому что после того, как сменилось руководство у нас в компании или еще что-то, парфюмы стали отвратные. Ну, и вообще доставка и качество все пострадало. Новые вообще нет, нет и нет. А старые парфюмы, да, очень много классных, действительно классных и очень дешевых парфюмов. И стойких. Поэтому, да, Эйвен, Эйвен, это гелий и парфюмерия, собственно говоря. Действительно крутые, этим они и берут. За счет этого консультанты и набирают заказы. Дешевая, крутая парфюмерия. Да, она узнаваемая. Я сейчас, когда все свои Эйвенские парфюмы, один оставила, раздала девчонкам, и когда нахожусь на улице в магазине где-то, да, и мимо проходит девушка-женщина, я узнаю Эйвенские парфюмы. Да, они действительно узнаваемые. И в какой-то мере, ну не знаю, недорого все равно пахнет проходящая мимо меня женщина, когда я узнаю в ней Эйвен, да, недорого. Хотя есть и дорогие ароматы, но вот как-то по масти своей все равно, когда вот идешь и понимаешь, ой, она вот от нее Эйвен пахнет пошла, и думаешь, ну блин, ну это же дешево. Ну потому что ты знаешь, да, кто вот не знает, кто не знаком, конечно, это круто, классные, стойкие, крутые ароматы. Ну вот и все, мои хорошие, вот такое видео о любимчиках моих Вейвен у нас сегодня с вами получилось. Если видео вам понравилось, было интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, впереди нас ждет много интересного. Пишите о своих любимчиках, обязательно пообсуждаем с вами, порассуждаем на эту тему. Ну а я всех люблю, целую, прощаюсь с вами, до следующих роликов. Новогоднего вам настроения, всем пока-пока.